Доброе утро, уважаемые коллеги! Можно там мою презентацию? Первое, о чем мы должны помнить, когда выделяем, берав негативную меланому, что, конечно, это очень гетерогенная группа, в принципе, можно даже сказать, различных заболеваний, потому что различные формы меланомы имеют и различаются по этиологии, по генетическим изменениям, по прогнозу, по клинико-морфологическим данным. То есть это очень и очень разнородная группа болезней, которую изучать надо отдельно. Даже на примере этого слайда видно, что, скажем, если мы говорим о вяльной меланоме, то это вообще отдельная болезнь, которая характеризуется еще большей рефракторностью даже к современным возможностям лечения. Меланома кожи, посмотрите даже по набору мутаций, по распределению мутаций, как значительно какой разброс есть, скажем. Та меланома, которая развивается на участках кожи, подверженных хроническому ультрафиолетовому излучению, имеет значительно меньшую частоту, убирав мутации, чем, скажем, меланома, которая развивается на коже, подвергающейся такому промежуточному ультрафиолетовому воздействию. Именно здесь частота, убирав мутации, наиболее высокая. Меланома слизистых также значительно отличается по спектру мутаций от меланомы кожи. Ну и даже акральная меланома, формально относящаяся к меланому кожи, но также по спектру мутаций, по прогнозу, по течению, это также отличается от такой традиционной меланомы. И таким образом возникает естественное представление о том, что эти различные виды меланомы могут требовать различного лечения. Частично это уже так и есть. По крайней мере, для меланомы, собирая мутации, мы действительно имеем уже совершенно новые препараты, которые продемонстрировали там высокую эффективность. Вот для всех других молекулярных подтипов пока, скажем, таких впечатляющих результатов нету, хотя уже появились первые результаты использования меконгибиторов при мутации НРАС. При этом тоже нам понятно, что, конечно, пациенты, сбирав мутации, это наиболее многочисленная группа пациентов среди метастатической меланомы. И там проведение клинических исследований, так сказать, более облегчено таким большим количеством пациентов. Все остальные формы – это значительно более редкие, и проведение таких крупномасштабных исследований там значительно сложнее. Но хотела бы обратить внимание, вот то общее, что все-таки объединяет вот эти различные молекулярные подтипы, это чувствительность именно к современным иммуно-онкологическим препаратам. Хотя, конечно, надо сказать, что определенные различия, тем не менее, здесь тоже есть. И поэтому начать я хотела бы именно с эффективности иммуно-онкологических препаратов, и в частности антипедиантител, именно вот в этой субпопуляции пациентов с негативным БИРАФ-статусом. Вот одним из таких исследований, которое было специально разработано для пациентов, не имеющих БИРАФ-мутацию, это было исследование ЧЕКМЭД-66, где эффективность неволумаба сравнивалась, ну, в общем-то, с стандартом терапии декарбазином, который до недавнего времени, ну, собственно, был единственной возможностью лечения этих пациентов. И мы здесь видим, что у всех пациентов отсутствовала БИРАФ-мутация. Пациенты получали терапию в первой линии, и общее количество включенных пациентов было более 400. И уже первый анализ выживаемости и выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости показал значительное преимущество неволумаба по сравнению с химиотерапией декарбазином. Ну, в частности, медиана общей выживаемости для пациентов, получающих неволумаб, на момент анализа данных вообще не была достигнута, а на декарбазине она составила 11 месяцев. Медиана выживаемости без прогрессирования также более чем в два раза превышала этот показатель на фоне декарбазина. То есть исследование четко показало, что и в этой категории пациентов произошло изменение подходов к лечению, и химиотерапия уже никак не должна рассматриваться стандартом лечения для этой категории пациентов. По частоте объективного ответа также мы видим, что практически в три раза частота объективного ответа на фоне неволумаба была больше, чем на декарбазине. И надо обратить внимание, что у 11% пациентов был достигнут полный ответ. При этом на декарбазине эта частота была всего лишь 1%. И мы знаем, что полные и частичные ответы, как правило, характеризуются очень-очень большой длительностью. То есть и по частоте объективных ответов неволумаб также значительно превосходил декарбазин. Что еще очень важно, что вот эта эффективность неволумаба, она значительно не различалась у пациентов, имеющих и факторы неблагоприятного прогноза, о которых тоже мы уже хорошо знаем. Это и наличие вестеральных метастазов по сравнению только с метастазами в мягкие ткани или легкие. Это высокий уровень ЛДГ. Во всех этих подгруппах преимущество было явно на стороне неволумаба. Уже предыдущие мои коллеги говорили о важности не только получить ответ на терапию, но и не ухудшить качество жизни пациентов на фоне проводимого лечения. И в этом плане также видно, что по медиане времени до ухудшения симптомов заболевания, до ухудшения физических функций неволумаб обладает явным преимуществом. Таким образом, еще раз хочу повторить, что сегодня мы должны, по крайней мере для себя, планируя лечение пациентам, у которых мы не выявили, берав мутацию, в общем, надо, насколько это возможно, нам сегодня все-таки уходить от химиотерапии и использовать антипиди, антитела у этих пациентов. По данным метаанализа четырех исследований удалось на фоне получавших терапию неволумабом удалось получить достаточно большую группу пациентов от берав мутации дикого типа, то есть с отсутствием берав мутации. Это вот, смотрите, 217 пациентов, это не были исследования, которые специально предназначались для пациентов, негативных по берав мутации, но туда всякие пациенты тоже включались. И, в общем, здесь мы также видим, еще раз убеждаемся в эффективности этой терапии. Эти пациенты ранее, надо тоже помнить, что большинство пациентов, более 70% пациентов в этих исследованиях, они ранее получали терапию, и более линии терапии, поэтому неудивительно, что частота объективного ответа здесь несколько ниже, чем по результатам исследования, о котором я ранее говорила, но, тем не менее, у третьих пациентов достигается объективный ответ. Стабилизация еще примерно у четверти пациентов, и таким образом суммарно, в общем, почти 60% пациентов с отсутствием мутации отвечают на терапию неволумабом, даже если ранее они уже получали какое-либо лечение. И медиана длительности ответа здесь составила почти 15 месяцев. Ну и, в общем, частота нежелательных явлений, даже выраженных, ну, несколько была, несколько, может быть, выше, чем при использовании этих препаратов в первой линии, но, в общем, тоже достаточно близка к обычно представляемым результатам по частоте нежелательных явлений. И даже несмотря на предшествующее лечение, но лишь у 6% возникли нежелательные явления на фоне неволумаба, которые привели к отмене терапии. Эффективность пембролизумаба также была, вернее, у нас есть результаты использования пембролизумаба у пациентов, не имеющих бераф-мутацию. Эта группа пациентов была выделена в исследовании Киноут 0.6, потому что здесь, в это исследование включались пациенты и с бераф-мутацией, и не имеющие бераф-мутации. И бераф-мутация определялась, ну, от 35 до 38% больных, соответственно, порядка 60-65% пациентов не имели бераф-мутацию, поэтому у них мы можем отдельно посмотреть показатели эффективности пембролизумаба. Ну, на первом графике видно, что независимо от наличия или отсутствия бераф-мутации пембролизумаб показал результаты более, так сказать, эффективность пембролизумаба была выше, чем в группе пациентов, получающих препарат сравнения и пелемумаб. И таких очень заметных, скажем, различий у пациентов, имеющих мутацию и не имеющих мутацию, выявлено не было. А на втором графике представлена частота объективных ответов, и, в общем, мы видим, что у пациентов, сбирав мутации, она даже несколько выше, чем у пациентов, не имеющих такую мутацию. То есть около 40% пациентов без мутации отвечают на терапию пембролизумаба. А вот по поводу эффективности, вернее, ранее предшествующей терапии, вот это исследование показало, что все-таки те пациенты, сбирав мутации, которые ранее получали терапию бераф-ингибиторами, они имеют все-таки худшие показатели эффективности иммунотерапии. В частности, по данным этого исследования, у пациентов, которым не проводилась терапия бераф-ингибиторами, частота объективного ответа составила 40%, а при предшествующих ингибиторах в два раза ниже, 21%. То есть, в общем, при планировании пациентам последовательной терапии с бераф-мутацией надо это тоже иметь в виду. Какие еще, значит, это мы говорили в целом о популяции пациентов, не имеющих бераф-мутацию. Какие отдельные подгруппы есть среди этих пациентов? Это пациенты с метастатической меланомой слизистых оболочек и метастатической формой увяльной меланомы. В исследовании Checkmate 172 изучалась эффективность неволумаба. Очень большое количество пациентов, более 700 пациентов было включено в это исследование. Сразу следует отметить, что это тоже достаточно предлеченная популяция пациентов была, когда мы сейчас будем смотреть на эффективность. Потому что, во-первых, в это исследование включались пациенты, которые спрогрессировали на фоне предшествующей терапии эпилемумабом. Это был один из основных критериев включения. А, как мы знаем, до относительно недавнего времени у эпилемумаба была регистрация для использования после прогрессирования на фоне стандартной терапии. Сейчас это показание уже ушло, но тем не менее. То есть в этом исследовании были пациенты, получающие в качестве первой и второй линии какие-то возможности стандартной терапии, затем эпилемумаб и только затем неволумаб. То есть достаточно такие тяжело предлеченные пациенты были. Но вот такое большое количество пациентов, тем не менее, посмотрите, дало нам достаточно такие крупные подгруппы пациентов сувиальной меланомой 75 больных, меланомой слизистых, 52 пациента. По анализу общей выживаемости, ну, наиболее высокие показатели общей выживаемости, они в общей группе были выявлены, это самая верхняя кривая. Хорошо видно, что наиболее неблагоприятным фактором прогноза и ответа на терапию является низкий кокс-статус пациентов, это самая нижняя кривая. Именно эти пациенты имели наихудшие показатели общей выживаемости. А вот пациенты с увиальной меланомой, с меланомой слизистых и с метастазами меланомы в головной мозг, вот, в общем, имели такую, ну, достаточно близко расположенные показатели общей выживаемости, хотя по частоте объективных ответов все-таки различия были. Вот, в ниже расположенной таблице видно, что, если сравнивать частоту объективных ответов, то наиболее неблагоприятная ситуация у пациентов с увиальной меланомой, где частота объективных ответов составила всего лишь, сколько там, 5 или 6 процентов. Частота объективных ответов для меланомы слизистых 21 процент. И вот интересно, что более 40 процентов объективных ответов на неволумабе у пациентов с метастазами в головной мозг, получивших уже несколько линий терапии. Эффективность пембролизума бы также изучалась в этих подгруппах. Ну, вот, в частности, в подгруппе с акральной меланомой и с меланомой слизистых. Частота объективных ответов здесь несколько ниже, чем для другой, берав негативной общей популяции пациентов. Но тоже мы видим, что у третьих пациентов удается добиться объективного ответа при акральной меланоме. Примерно у 20 процентов при меланоме слизистых. Медиана выживаемости без прогрессирования около 4 месяцев. И общая медиана общей выживаемости также для меланомы слизистых составила чуть более года и была значительно больше, вернее, была значительно больше медиана общей выживаемости для акральной меланомы. Таким образом, несмотря на то, что при меланоме слизистых все-таки частота объективных ответов показатели несколько хуже, но это также, берав ингибиторы PD-1, также показывают клинически значимую эффективность этих препаратов при меланоме слизистых. Ну и еще одна группа пациентов с увяльной меланомой. Мы уже хорошо знаем, что это, наверное, на сегодняшний день самая прогностически неблагоприятная форма болезни, потому что пока нет препаратов, которые таргетных, которые бы продемонстрировали возможность вот такого подхода. И что мы можем использовать? Мы знаем прекрасно, что химиотерапия практически не работает у этих пациентов. Ну, а вот какова эффективность терапии антипедиантителами показывает это исследование. Здесь несколько препаратов получали пациенты. Это два антипедиантитела пембролизумаб, ниволумаб, ну и два пациента получали отезолизумаб. Эффективность оценивалась для всех препаратов. А пациенты, 56-х было с метастатической формой увяльной меланомы, в общем, тоже большинство из них уже ранее получали какие-либо виды лечения, 48 пациентов, и в том числе 35 больных получали ранний эпилемумаб. Ну, эффективность. Эффективность очень и очень невелика. Полных ответов не было вообще. Лишь у 3% пациентов были частичные ответы. Да, в общем-то, даже и стабилизации длительные также выявлены были лишь вот у 9% больных. То есть мы видим, что очень незначительное количество пациентов выигрывает от этой терапии. Медиана выживаемости без прогрессирования 2,6 месяцев и медиана общей выживаемости всего лишь 7 месяцев. Но причины этого обсуждаются, такой низкой эффективности иммуно-онкологических препаратов. Их несколько. Во-первых, большинство пациентов с увяльной меланомой имеют метастатическое поражение печени. По опубликованным сегодня данным мы видим, что это крайне неблагоприятный фактор прогноза для всех, в том числе и новых препаратов. Для комбинации антиберафомиаконгибиторов и для эпилемумаба, и для антипидиантител. Это первое объяснение. Второе объяснение, то, с чего я начала, что генетически это совершенно другая форма болезни. Она характеризуется значительно более низкой мутационной нагрузкой, низкой антигенностью. Большое значение придается иммуносупрессивному микроокружению именно для увяльной меланомы. Все, в общем, это говорит о том, что пока не удалось получить, на сегодняшний день найти какого-то эффективного метода терапии. И поэтому при использовании антипидиантител все-таки надо более жестко подходить к отбору пациентов на эту терапию. Мутация НРАС. Ну, вторая по частоте встречаемости. Также относится к драйвенным мутациям. Ну, считается на сегодняшний день, что опухоли СНРАС мутации имеют большую тенденцию к агрессивности болезни. Ну, хотя эта мутация коррелирует, ну, эти данные, которые сегодня есть, коррелируют с несколько более лучшими результатами иммунотерапии. Изучаются, в первую очередь, меконгибиторы и комбинация меконгибиторов с другими препаратами. Ну, и вот, наверное, единственное исследование на сегодняшний день для вот этой категории пациентов с НРАС мутацией. Это исследование НЭМА, где меконгибитор бенеметиниб сравнивался с декорбозином. Хочу обратить ваше внимание, что для того, чтобы отобрать 402 пациента, которые в конечном итоге были рандомизированы и получали лечение, пришлось проскринировать более чем полутора тысяч пациентов для того, чтобы выделить вот эту подгруппу пациентов. Посмотрите, 26 стран, 169 центров участвовали в этом исследовании. Ну, понятно, что, конечно, очень-очень сложная задача была поставлена, но основной показатель был здесь выживаемость без прогрессирования. И, в общем, ну, вроде как считается, что цель это исследование достигла, потому что различия в показателях выживаемости без прогрессирования, они были статистически достоверны, хотя, в общем, клинически эта прибавка была практически всего лишь на один месяц. 2,8 для бенеметиниба и полтора месяца для декорбозина. А вот различий в общей выживаемости здесь практически не было. Ну, вот здесь тоже интересно обратить внимание на то, что в этом исследовании возможно было в качестве первой линии использовать как раз-таки иммуно-онкологические препараты, в частности, антипедиа, антитела. И вот при сравнении эффективности бенеметиниба у пациентов, ранее получавших иммунотерапию и не получавших это лечение, было показано, что предшествующая терапия может повышать эффективность лечения. По крайней мере, вот в этой подгруппе пациентов, это нижняя таблица медиана выжимается без прогрессирования, составила более 5 месяцев, в отличие от 2,8 месяцев на общей популяции. То есть, конечно, если на сегодняшний день бенеметиниб пока не зарегистрирован для лечения НРА смутированной меланомы, и, конечно, все-таки это не терапия первой линии. Первой линией и для этой категории остается использование бирофонгибиторов. Ну, наш клинический пример, в общем, достаточно интересный. Это молодой пациент. В 2012 году была выявлена меланома кожи, левую ушную раковину. Вот тоже интересно, что, посмотрите, при такой небольшой толщине первичной опухоли на момент установления диагноза уже в 6 лимфоузлах были метастазы меланомы. Дальше пациент получал иммунотерапию у нас в центре, в том числе с включением высокодозной фазы. Очень быстро развилось прогрессирование. Это были сразу уже метастазы печени, мягкие ткани. Бироф мутация у пациента отсутствовала. И была выявлена НРА смутация. Поэтому мы его включили в исследование НЭМа. Ну, он там был рандомизирован у группы декарбазина. Получил два курса, спрогрессировал. Получил еще у нас два курса полихимиотерапии по схеме паклитоксалкарбоплотин и тоже спрогрессировал. И тогда у нас была возможность включить его в программу расширенного доступа к капелемумабу. При этом на момент начала терапии, посмотрите, у пациента были множественные метастазы в печени, причем максимально до 6 сантиметров. ЛДГ больше 2000, 100, в 100 раз больше нижней границы нормы. Но единственное, что ЭКОК-статус оставался вполне удовлетворительным. И несмотря на то, что он лечение хорошо перенес, но вот это первое обследование на 12 неделе нам КТ-заключение сказало, что все практически метастазы в печени увеличились. Ну, в общем, поскольку у пациентов реально других альтернатив не было, и статус оставался хорошим, то мы пока оставили его под динамическим наблюдением. А вот дальше стало происходить интересные вещи. Последующие обследования не показали нам какого-то такого, во-первых, не показали дальнейшего прогрессирования заболевания. А вот эта тенденция такой к стабилизации была очевидна. Ну, может быть, не было и какого-то драматического ответа. Но самое главное, что посмотрите, пациент с августа 2014 года остается без лечения. Он жив на сегодняшний день. Он находится, мы там, каждый периодически он проходит контрольное обследование. И вот только в конце 2016 года, наконец, впервые нам КТ показало некоторое уменьшение очагов печени. Вот на 3-5 миллиметров. То есть очаги остаются, они не маленькие, но болезнь не прогрессирует. И при этом все это время пациент не лечится. Вот это ли не чудеса, достигнутые на фоне иммунотерапии неволумабом. Ну, эпилемумабом, да, извините, эпилемумабом. Цекит-мутация значительно реже встречается, чаще при слизистых, но не только. Все-таки и при акклоральной меланоме цекит-мутации может встретиться. И при меланоме, развивающейся на коже, подверженной хроническому ультрафиолетовому излучению. Поэтому можно анализировать наличие этой мутации, если мы, так сказать, увидели, что у пациента нет берав мутации. Понятно, что, конечно, проведение таких крупномасштабных исследований очень и очень осложняется в этой категории. И пока есть данные, ну, такие относительно небольших выборок пациентов с текит-мутацией. И эффективность имотенибы изучалась в этой категории пациентов. Ну, такие результаты, может быть, не, скажем, сопоставимы с эффективностью бираф-ангибиторов при бираф-мутации. Но, тем не менее, все-таки до трети пациентов отвечает на эту терапию, в том числе с развитием объективных ответов. Медиана выживаемости без прогрессирования 3-4 месяца. И медиана общей выживаемости колеблется от 10 до 14 месяцев. Попытка использования, да, за тени бы другого цикит-ингибитора, ну, не оказалась успешной. И, по крайней мере, на сегодняшний день имотениб остается, наверное, ну, первым кит-ингибитором, препаратом выбора для этой категории пациентов. Хотя очень большое количество препаратов, комбинаций у этих пациентов изучается. Тоже еще один пример. Пациентка уже с цикит-мутацией спрогрессировала. Ну, молодая, кстати, пациентка. Очень сложно у нее происходил процесс диагностики, потому что очень долго драматологи лечили. У нее была меланома первого пальца, кисти. Очень долго ее лечили по поводу грибкового заболевания. И, в общем-то, диагноз был поставлен уже тогда, когда у пациентки метастазовые лимфоузлы появились. Дальше в качестве стандарта терапии или терапии первой линии она получала у нас декорбозин. Наилучший ответ была стабилизация. После шести курсов было выявлено дальнейшее прогрессирование заболевания. И на этом этапе, на этапе прогрессирования на декорбозине мы выявили цикит-мутацию в опухоли. Это была активирующая мутация в деватом экзоне. И в качестве второй линии терапии с июля 2016 года ей был назначен имотениб. И, в общем, посмотрите, очень быстро, уже буквально после первого месяца лечения, у пациентки был зарегистрирован частичный ответ, который удерживался до января 2017 года. То есть с июля по январь, ну, примерно шесть месяцев. Дальше было отмечено прогрессирование. Ну, и сейчас она получает терапию третьей линии пакликарба. Но, тем не менее, все-таки шесть месяцев препарат дал выживаемости без прогрессирования. Ну, в заключении, бераф-негативная меланома – это гетерогенная группа заболеваний. На сегодняшний день, наверное, мы должны, в общем, понимать, что использование антипидиантитела у пациентов, не имеющих бераф-мутации, является оптимальным лечением для этой категории пациентов. Ну, и если говорить о пациентах, имеющих цикет-мутацию, то в этой группе возможно назначение нилотениба. Однако, надо о чем помнить, что на сегодняшний день этот препарат в нашей стране с таким показанием не зарегистрирован. Для некоторых центров это является ограничением. Хотя у нас, в общем, немало пациентов. Мы сейчас такую группу собираем, будем анализировать эффективность препарата в этой группе. И, в общем, даем рекомендацию. Пациенты получают по месту жительства, по нашим рекомендациям. Ну, вот такой момент. И что, о чем важно помнить, что все-таки только гиперэкспрессия или амплификация этого гена не коррелирует с ответом. Значит, необходимо, чтобы была выявлена именно мутация. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Галина Юрьевна, за очень интересный, содержательный доклад. Уважаемые коллеги, вопросы? Так, будьте добры. Елена Михайловна. Можно вопрос вам задать? Стоит ли отнести к дикому типу редкие мутации БИРАФ? У нас, например, такой пациент появился с редкой мутацией Кэшес. Стоит ли отнести редкие мутации БИРАФ к дикому типу? Редкие мутации. Вы БИРАФ имеете? Да. Ну, вообще, это вот у нас кто? Алексей Викторович защищал именно БИРАФ-ингибиторы. Ну, конечно, все-таки опыт использования БИРАФ-ингибиторов, вот при таких редких мутациях, он понятно, что не такой большой. Наибольшей все-таки эффективностью препараты обладают при БИРАФ-мутации В600Е. Да, есть определенная, ну, небольшая, скажем, группа пациентов с мутацией К, и, в общем, у них эти препараты работают, хотя их эффективность несколько ниже. А вот для всех остальных пациентов, конечно, так нельзя сказать, просто нету достаточного клинического материала. Но если о регистрации говорить, то регистрация не ограничивает нас вот в плане по типу мутации. Мы можем пробовать использовать эти препараты, в том числе и при таких редких мутациях. Спасибо. Для Юрина, как всегда, спасибо. Очень красивая у Вас презентация была. Я хотел бы, в презентации Вы показывали, что больные с увиальной меланомой, ну, в общем, мало выигрывая, тут назначение иммунотерапии. А были ли сравнения иммунотерапии с химиотерапией декарбазином, либо какими-то другими препаратами? Первый вопрос. И что бы Вы сами порекомендовали таким пациентам? Так, при... Увиальная. Ну, на всех конгрессах мы слышим, что, к сожалению, прогноз, несмотря на все наши сегодняшние возможности, но прогноз пациентов с метастатической формой увиальной меланомы, он остается очень неблагоприятным. И, в общем, ну, мне кажется, что, да, наши попытки мы тоже собираем пациентов с увиальной меланомой и использовали, ну, используем, если это возможно, различные варианты химиотерапии. И, в общем, ну, кроме стабилизации, и то не очень длительных каких-то таких реальных ответов на самом деле мы не видим. Да, наверное, да, мы понимаем, что эффективность антипедии антител также значительно меньше в этой категории пациентов, но мне кажется, что, наверное, вот это то, что все-таки надо пробовать, вот, может быть, анализируя в том числе и факторы неблагоприятного прогноза. Они сейчас в литературе описаны именно для увиальной меланомы. И, скажем, если это, ну, действительно такой вот неблагоприятный прогноз болезни, ну, наверное, можно попытку химиотерапии провести. А все-таки, если этих факторов нет, то возможно и использовать антипедии антитела. По крайней мере, мне кажется, это интересным. Вот. Химиотерапия, к сожалению, малоэффективна. Галина Юрьевна, у меня просто такая пациентка есть, которую буквально неделю назад я смотрел, консультировал. У нее как раз метастазов в печени нет, но нужны метастазы другой локализации, легкая и кости. И она отрицательная по всем мутациям, в том числе сейкит и бирав. Вот я поэтому просто как раз, имея ее в виду, вас спрашивал о том, что можно ей предложить. Ну, еще раз говорю, что сложная, очень сложная группа пациентов для лечения. И, наверное, как-то в каждом случае, ну, просто надо собираться и коллегиально какое-то решение предпринимать. Действительно, исследования идут, но пока каких-то результатов позитивных, абсолютных, которые бы привели к изменению стандартов лечения больных с увиальной меланомой на сегодняшний день нет. Даже пробовали тирозинкиназные ингибиторы, сарафенип использовать у этих пациентов, к сожалению, неэффективно. То, что касается комбинации иммуно-онкологических препаратов, да, есть некоторые позитивные ответы, но это пока еще не влияет на какие-то кардинальные изменения. Поэтому тут, думаю, что вообще в конкретной обстановке будем с вами решать, что в этой ситуации лучше предпринимать. Да, уважаемые коллеги, еще вопросы есть? Тема большая, очень достаточно, да. Если нет вопросов, спасибо большое еще раз, Галина Юрьевна, переходим к следующему обсуждению. Продолжение следует...